Торт Красный Бархат В первую очередь я беру молоко, молоко комнатной температуры, беру столовую ложку, нам понадобится лимон, значит понадобится 1 столовая ложка лимонного сока, вдавливаю лимонный сок и добавляю в молоко, перемешиваю и оставляем пока в сторону. Берем миску, высыпаем сахар, растопленное сливочное масло, добавляю к нашему сахару. Возбиваю в течение буквально 30-40 секунд. После чего добавляю 4 яйца. Сразу же все 4 яйца. Яйца должны быть большие, крупные. И теперь все это взбиваю в течение 2 минут на высокой скорости. После того, как все взбили, пока откладываем в сторону. И берем муку. В муку добавляем какао-порошок. У меня 2 столовые ложки. Так, добавляем разрыхлитель теста. 4 чайные ложки. И где-то щепоточка соли. И сюда же ванилин 1 грамм. Все перемешиваем. Духовка моя разогревается уже. Я ее включила на 175 градусов. Будем отправлять тесто в разогретую духовку. Теперь добавляем молоко наше. Перемешиваем все в течение где-то 30 секунд. После чего миксер убираем. И теперь добавляем муку. При этом просеиваем. В 2 приема будем добавлять муку. Перемешиваем венчиком. Очень аккуратно. И так после того, как мы соединили нашу муку, мы сюда добавляем краситель. Красный пищевой краситель. Добавляется ровно столько, сколько вы... Какой оттенок вы хотите получить в результате. Примерно где-то 1 столовую ложку я буду добавлять. Еще чуть-чуть. Итак, тесто наше готово. Итак, теперь берем нашу форму. Сегодня я буду выпекать вот в такой форме. Сразу за раз буду выпекать все мои коржи. Если у вас есть 2 одинаковые формы по 20 см в диаметре, вы можете поделить это тесто на 2 части и сразу выпекать в этих формах. Ну все, отправляем в духовку. Друзья, вот корж готов. Он очень хорошо поднялся. Вот настолько он поднялся. Смотрите. И сейчас я его трогать не буду. Он остается в моей форме полностью остывать. После того, как остынет, я уже освобожу и, соответственно, уберу пергаментную бумагу и будем собирать наш тортик. Итак, пока остывает наш корж, мы подготовим наш крем. Кстати, забыла сказать, что корж у меня выпекался 33 минуты в духовке. Так, в качестве крема у меня сливочное масло комнатной температуры одна пачка, в одной пачке 180 грамм. Сливочный сыр, также комнатной температуры. Вот такой вот я использую сливочный сыр. И сахарная пудра. Сахарную пудру будете регулировать по своему вкусу, кто-то любит сильно сладкий крем, кто-то не сильно. Здесь у меня 100 грамм. Я думаю, 100 грамм вполне хватит. Также нужен ванилин. Но у меня, к сожалению, ванилин закончился. Поэтому буду сегодня использовать без ванилина. И в первую очередь буду взбивать масло в течение двух-трех минут. А потом уже буду соединять сливочный сыр. Итак, масло очень хорошо я взбила. Масло у меня довольно-таки так хорошо побелело. И теперь буду добавлять сливочный сыр. Сразу, наверное, весь добавлю. После чего добавлю сахарную пудру. Я, наверное, даже думаю, что у меня 100 грамм будет многовато. Пока добавлю половинку. Потом попробую, посмотрю. Так, взбиваем. Ну, в течение 30-40 секунд. Так, добавлю, наверное, еще чуть-чуть. В общем, пакетики 100 грамм. 100 грамм я не добавила. Вот у меня тут еще чуть-чуть осталось. Приблизительно 1 столовая ложка. И теперь смотрим. Крем довольно-таки густой. Я сюда еще добавляю где-то 2-3 столовые ложки молока. Вообще, добавляю сюда сливки. Но сегодня сливок как бы тоже нет. Поэтому добавлю молоко. Молоко тоже отлично подойдет. Где-то... Ну, где-то 25-30 миллиграмм. Вот такой классный крем получился. Крем готов. Его можно отправить в холодильник. У вас стоит в холодильнике. Он будет, конечно, еще гуще. И сейчас буду собирать торт. Наверное, слегка их подровняю. Совсем чуть-чуть. И тем самым мне понадобится еще крошка. Поэтому я чуть-чуть уберу. Какие получились мягкие коржи, друзья! Посмотрите! Это просто... Настолько вот тесто получилось мягкое, нежное. Ну, прям настоящий бархат! Так, достаем из холодильника наш пен. Так. Посмотрите, какой получился толстый корж. Так. 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 И так, ну что, отправляем в холодильник на минут 15-20. И не забудьте крем тоже поставить в холодильник. Ну что, друзья, теперь будем украшать наш тортик. Украшать можете его по своему желанию. Я окрасила с двух сторон пищевым гелевым красителем. И вот такой насадочкой для листика буду украшать. И так, друзья, вот я украсила бока. И у меня тут осталось совсем чуть-чуть крема. Буквально ложки, наверное, две столовые ложки. И я беру вот такую вот насадочку. Этот торт я делаю своим родителям. Отмечаем вот такие вот углы вот таким образом. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, вот такой торт получился. Снизу я украсила крошкой. Вот так вот он выглядит. В разрезе я вам уже покажу, когда поеду к родителям. Завтра я поеду к родителям. И там я сфотографирую в разрезе. И вам уже покажу. А сейчас отправляю его в холодильник на ночь. И вот такой тортик получился. Очень легенький. Очень просто готовится. Можете так не украшать. Можете просто намазать кремом. И уже спокойно его кушать. Ну все. Ждем в разрезе. Привет, друзья. Как я и обещала, хочу показать вам в разрезе тортик. Приехали мы в гости к родителям. И вот настал момент подавать тортик к столу. Хочу вам показать, как он выглядит внутри. Ой, такой мягкий. Всем рекомендую. Очень вкусный торт. Обязательно попробуйте. Тем более сейчас приближается праздник 14 февраля. Порадуйте своих любимых и близких. Вот такой классный торт у нас получился. Ну все, друзья. Всем пока-пока. Пробуйте.